Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня будет общий расклад на тему воспринял ли человек всерьез ваши слова, которые вы говорили, о которых вы думаете сейчас и о восприятии которых человеком вы волнуетесь. То есть данное гадание может применяться в тот момент, если вы, например, поссорились и сказали какую-то фразу, которую не знаете, правильно ли понял человек или нет, потому что он не обозначил своего восприятия. Или вы видите, что человек стал вести, например, себя странно после того, как вы поговорили или что-то сказали ему или что-то написали, какое-то сообщение, например. И вот сейчас вы, может быть, думаете о том, что вы погорячились, сгоряча что-то ляпнули, а человек взял и воспринял это очень серьезно, ну, скажем так, серьезнее, чем вам бы на сегодняшний день хотелось. Поэтому еще раз озвучим тему расклада. Всерьез ли человек воспринял ваши слова? Какие ваши слова? Это вам знать лучше. То есть здесь вы можете задумывать. И здесь мы сделаем, наверное, все-таки достаточно большое количество вариантов. Давайте мы сделаем 9 вариантов в данном случае и посмотрим, воспринял ли ваши слова человек, которому вы их сказали всерьез. Этим человеком может быть как друг, так и ваш партнер, супруг, подруга, кто угодно, сотрудник. То есть вот сейчас непонятная ситуация у вас происходит, и вы не знаете, насколько серьезно воспринимает человек то, что вы сказали. Варианты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вы можете загадывать как по номеру карты, как по порядку открытия мною. Карты это еще новый вариант открытия, скажем так. То есть вы можете не знать, какую карту я открою 3 или 5, но вы ее загадали, и для вас это будет сюрприз. Либо просто вас притягивает какая-то рубашка, и неважно, каким номером я открою эту карту, вы хотите именно ее. И в данном случае мы будем начинать с позиции 8. Она будет первой по порядку открытия. Вы знаете, человек воспринял ваши слова с надеждой. Но в чем выражалась эта надежда, поскольку это общее гадание, я приведу несколько вариантов толкования. Первый вариант толкования заключается в следующем. Если вы сказали что-то плохое, что-то такое, вот знаете, что могло принести боль, что-то неприятное, то человек воспринял эти слова как то, что просто вы нервничали и сорвались, и он надеется на то, что это не серьезно. А если вы сказали что-то хорошее, то человек в данном случае может думать, что вы немножечко летаете, витаете в облаках и немножечко прожекторствуете. То есть вот такое восприятие тоже может быть, но в любом случае человек старается вас все-таки оценивать в какой-то позитивной позиции, не усугубляя негатива того, что вы говорили, и не возвеличивая позитива того, что вы могли ему сказать. Для тех, кто выбрал третью позицию, она вторая по открытию, мы можем говорить о том, что да, человек воспринял ваши слова всерьез. Человека слова заставили переживать, думать. То есть даже если вы что-то сказали не всерьез, неприятное, то человек принял близко к сердцу. Он страдает, он переживает, он думает, как теперь из этой ситуации выходить, как вы настроены. То есть для него это болезненная ситуация. А если говорить о том, что вы сказали что-то хорошее, то здесь человек может, знаете как, в такую ситуацию впасть и в такое состояние, когда он думает, да неужели она или он мне такое сказала, неужели я заслуживаю или просто глумится надо мной. То есть вот такие переживания тоже могут быть. Но в любом случае ваши слова вызвали море переживаний. Для тех, кто выбрал вторую карту, это третья по порядку поднятия карты. И здесь карты говорят о том, что человек не знает, как ему воспринимать ваши слова. Он не может определить их серьезность и сейчас пытается решить и понять, насколько на самом деле вы были серьезны в том, что вы сказали. Для тех, кто выбрал девятую позицию, она четвертая по порядку открытия. И здесь мы можем говорить о том, что человек воспринял ваши слова всерьез. Более того, он мог увидеть в ваших словах своеобразный знак судьбы. То есть то, что он услышал, подтолкнуть может его к каким-то или ее к каким-то судьбоносным шагам. Иными словами, ваши слова почему-то вот его заставили сконцентрироваться на них и воспринять их как какой-то знак. То есть ваши слова воспринял человек более чем серьезно. Для тех, кто выбрал первую позицию, она пятая по порядку открытия. И здесь у нас, ну смотрите, из разных мест колоды доставала карты. И здесь у нас туз, двойка, тройка. Ну здесь, наверное, четверка мечей по логике должна быть. Мы можем говорить о том, что человек понял, что в тот момент, когда вы сказали или написали эти слова, они ситуативно были для вас важны. Но есть определенная специфика этого аркана. Он может показывать как эмоциональное благословение, так и проклятие. То есть это слова, которые были наделены огромной энергией. И если вы даже не желая смерти человеку, например, когда уходил муж или поссорились с парнем, взяли и кинули вслед что-то типа гипотетически, чтобы ты сдох, например. Человек может действительно воспринять это как очень важные слова и воспринять их серьезно, но ситуативно. То есть если бы вы их сказали в другой ситуации или написали бы эти слова, человек бы их так серьезно не воспринимал. То есть серьезному восприятию ваших слов способствовала сложившаяся вокруг этих слов ситуация. Для тех, кто выбрал четвертую позицию, она шестая по порядку открытия. Вот здесь смотрите, ну шестерка мечей. Я не знаю, что уже делать. Колода перетасована была прекрасно. Но вот такие уникальные выкладки карт иногда все-таки встречаются. Как у нас в данном случае. И здесь мы видим карту, которая говорит о том, что человек не придает слишком гипер какой-то важности и особенности вашим словам. Но человек считает, что то, что вы сказали в той атмосфере, в которой вы это сказали, было к месту и вовремя. Даже если это было что-то негативное, на тот момент человек логически понимает, что это были ваши эмоции и что он или она эти эмоции заслужили. То есть на тот момент человек понимает, что да, эти слова были справедливы. Возможно и не принимая их слишком близко к сердцу, не понимая, что они очень серьезны. Но считает, что по-другому вы сказать не могли и все более чем логично. Для тех, кто загадал у нас седьмой вариант, он у нас к эп очевидность будет седьмым по порядку открытия. И здесь ложится интереснейшая карта, интереснейший аркан, который говорит о том, что ваши слова вызвали в человеке заинтересованность. И попытку найти в ваших словах какое-то второе дно, скажем так. Человек понимает, что вы сказали, он услышал эти слова, но он воспринимает не только то, что вы сказали или написали, но и как вы это сказали и написали и когда. И вот теперь он пытаясь методом дедукции, пытается найти какой-то подтекст. То есть, ну если вы, например, сказали, тебе судьба воздаст. И он сейчас сидит и думает, а что она имела в виду. А то, что мне действительно просто вот гипотетически судьба воздаст. Или то, что она что-то пытается для этого сделать. Интересно, это угроза или это пожелание или это просто констатация факта. То есть, у человека сломан мозг на сегодняшний день. Он сидит и думает, каким образом это ему то, что он услышал, воспринимать на сегодняшний день. Для него это сложный вопрос. И для него это, в принципе, серьезное отношение к тому, что вы сказали. Для тех, кто выбрал у нас шестую позицию, она восьмая по порядку открытия у нас. И здесь мы можем говорить о том, что да, человек однозначно воспринял ваши слова всерьез. Эти слова его зацепили и, может быть, даже в свое время или сильно ударили, или очень сильно поддержали. То есть, вот эти ваши слова были какими-то решающими для того, чтобы человек либо потерял веру в себя, либо, наоборот, эту веру обрел. То есть, случаи бывают разные. И слова могли быть сказаны, поскольку это общее гадание среди тех, кто смотрит его сказаны, могли быть в ссоре, могли быть сказаны в позитивном каком-то настрое, успокаивая человека, вы могли что-то сказать. Но в любом случае, вот эти слова были очень важны, человеком они были восприняты всерьез. И он реально понимает, что эти слова, они играют определенную роль в его жизни. Он запомнит их, ну, если не на долгие годы, то хотя бы на несколько месяцев точно. То есть, он их воспринимает серьезно и он о них помнит на сегодняшний день. Для тех, кто выбрал пятую позицию, она у нас девятая по порядку открытия. И вот здесь двоякое может быть толкование, поэтому нам здесь нужны все-таки дополнительные арканы. Загадывайте первый вариант или второй. И сейчас мы посмотрим в данной ситуации, в данном случае, что это для вас. Серьезно ли воспринял человек слова с вашей стороны. Для тех, кто второй вариант у нас загадал, здесь мы видим, что да, человек воспринял эти слова с вашей стороны достаточно серьезно. Но он считает, что эти слова могли стать окончанием какого-то периода и как будто бы разрубили для него определенный гордиев узел. Или знаете, вот как, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И он понимает, что эти слова многое прояснили, он отнесся серьезно к ним, ну или она. И для тех, кто выбрал первый вариант. А вот первый вариант вообще говорит о том, что человек забил на ваши слова, он вообще не серьезно их воспринял. Он даже уже забыл то, что вы ему сказали. То есть для него в вашем случае это не важно. И может быть даже это к лучшему в данной ситуации. Для тех, кто хочет заказать для себя индивидуальный личный расклад, чтобы все было только про вашу ситуацию. Чтобы все было с индивидуальным подходом и рассказывалось только о вас в данном раскладе. О том, кого вы загадываете, а не просто просмотр общего расклада. То тогда вы можете писать мне сообщение, все мои контакты в текстовом описании данного видео. А я всем желаю удачи. До встречи. До свидания.